Как говорил сам Королёв, мы говорим, пацана посадили на девятиэтажный дом, наполненный взрывчаткой, да, и сказали, Юра, всё нормально будет. Шоу-контент, техника половых сношений в условиях небесовости, хотите честно, это я со студенца так шутил, подкалывал всё, а оказалось, это стоит такая проблематика, да, американцы. Ветеран космоса. Да, ветеран космоса. Погодите, господи, хоть сказать там пару слов, чего мы такие-то. Тут же не знают ни кто ты, ни что ты, ни где мы, ни то что 5-е, 10-е, представь себе. Я смутился, я подкалывал сейчас. Олег, меня зовут, фамилия Джозаков, руководитель Северо-Осетинской общественной организации «Молодежный бизнес-клуб», плюс наш проект ООО «Осетия 3D», сайт называется осетия3d.ru, можно посмотреть виртуальные туры, погулять по Осетии, даже планетарий у нас там есть, тоже виртуальные туры, мы туда выкладываем. Ну и плюс я работаю по совместительству в школе космонавтики, преподавателем. И вот мы в планетарии. И вот мы в планетарии, да. Это удивительный планетарий на самом деле, здесь раньше была шиитская мечеть, потом где-то в 50-х годах из нее сделали планетарий, то есть все вот мое поколение, кто старше, они все по-любому сюда приезжали, все его помнят. Ну и вот три года назад Руслан Владимирович Камаев, это один из закрытых людей страны был на самом деле, это уровень Сергея Павловича Королева. Это космический инженер, как мы его называли, участник более 500 программ. Я вам потом покажу, вот две программы, Венера и Вега, это вообще бомба, то, что он придумал, как он сделал. И самое главное, реализовал он это все. Да, и про это тоже я вам расскажу. И вот он здесь придумал сделать школу космонавтики. Опять-таки, не ради рекламы, но прецедентов таких больше в России нет. Мы вот спустимся вниз туда, я вам покажу, это было все выкопано с нуля, причем два года назад, здесь вот ничего еще не было этого всего. Скажу, еще такая история есть, то есть здесь, когда, ну, узнали, что собираются по новой планетарии делать, верите, нет, вписались, Ахмадиниджад, Иран, выходили на Путина, отдайте, надо здесь, чтобы было. Предлагали колоссальные деньги и в республику, и куда только их не предлагали, чтобы главное здесь сделать, опять-таки же, именно мечеть. Но вот спасибо Лаврову, Лавров писался за нас, да, и причем про Лаврова тоже, секундочку, да, Лавров любит наш город. Вот почему, он сам занимается даймингом, этот, сплавом по рекам, и он у нас на Южном плавал, он прям ему трасса, это понравилось, да, очень, короче, Лавров в кассете хорошо. Короче, он нам его отстоял, откусал нам его, и вот сделали этот планетарий. Значит, что у нас здесь за экспонаты? У нас здесь экспонаты, это у нас называется лунная, как бы, площадка, лунный уголочек, ну, еще раз, да, это цемент марки 500, но он по своей консистенции очень похож на лунный грунт, на лунный песок. Ну, единственная стоит лишь разница, Ань, послушайте, тоже интересно будет, Георг, смотрите, сейчас на самом деле, почему все на луну ломанули, сейчас и арабы там станцию строят, все, он радиоактивный, там же нет защиты, как у Земли, и он там, ну, считай, на поверхности лежит топливо для наших ядерных станций, по большому счету. Что, ну, Га, там щепотку вот так вот зачерпнул, а чтобы нам такого обогащенного урана, целые заводы надо строить. Ну, я утрирую, естественно, да, но примерно вот в этом направлении. Дорогой, наверное, песочек-то дорогой. Песочек дорогой, но намного дешевле, нежели здесь его вырабатывать обогащенно, поэтому сейчас строят и арабы, строят станцию, причем очень мощную на Луне, кто только там не строит ее, да. Здесь у нас, смотрите, это у нас настоящие привода, это от Лунохода-2, я вам потом покажу, мы сделали копию, Руслан Владимирович сделал. Вот это было устройство по забору грунта, то есть там за счет различных передач, это всего. Это полноценное колесо от Лунохода, это от его наземного двойника, а вот это очень интересная штука, это на которой был произведен забор грунта. Первый забор грунта, то есть высаживается платформа наша, еще что придумали? Наши придумали, так скажем, космический грузовичок, вот, допустим, это, вот он есть. Вот, кстати, вот эта система и села на Луну. Вот нижняя часть, которая где-то две трети, это вот и есть рабочая платформа. Вот их, если хорошим разрешением бинокль посмотреть, ну, в морской, ну, бинокль нет, наверное, ну, такой средний телескоп. Их сейчас даже видно, они как вот кладбище, там, кораблей, да, или что. Их там, по-моему, 11, что ли, штука вот так раскидана. Они остаются, они дальше уже не взлетают, а с них стартуют. И вот, то есть она приземлилась, он забурился на 15 сантиметров, достал грунт, вот в эту капсулу его поместил, да, автоматически эта капсула запечаталась. И он стартанул с Луны и полетел уже к Земле. Когда он входит в плотные слои атмосферы, вот эта шапочка слетает, да, отсюда вылетает, там компактно находится вот этот парашют. Это настоящий парашют, он уже истлел даже. Это чистый шелкопряд, да, они очень прочные, очень такие все. Все это раскаляется до температуры 3000 градусов, не горит, не сгорает, да, целое остается все. И она садится на Землю, это у нас антенны, маячки, чтобы мы могли ее потом найти. Все, приехали, забрали все. Это абсолютная копия, причем ее испытывали, она вот видите, даже обгоревшая чуть-чуть, то есть у нас такие были натурные. Вон эти штуки интересные, это смотрите, бывает доставка, допустим, на чужую планету, особенно на спутники, да, ну условно там, или ракета, или спускаемый аппарат. А бывает еще вот такое, то есть это, представляете, ну, примерно аналогия, надутый шарик бросают на планету. Шарик, мячик упал, попрыгал, остановился, сдулся, с него выполз исследовательский аппарат, и да, вот так мы кидывают, вот они такие. Понятно. Так, что, пошли дальше? Да, пойдемте вот Венеру посмотрим, Венерианскую, да. А, все, вот шикардос, смотрите, и они просто его убрали, а потом здесь кипишем поднял, они его назад принесли. Вот это один из первых 50 снимков, настоящий, это из НАСА привезли, это комета Галлея. Значит, смотрите, это у нас награды, когда Руслан Владимирович рассекретили, ну, я думаю, уже можно сейчас говорить. Руслан Владимирович был основным разработчиком этого ядерного чемоданчика, спутника, да. И то есть он как говорит, чтобы мы мирно спали, а они не мирно не спали, да. Вот за каждый пуск давался такой, они из чистого серебра, причем при переезде штук 30 кто-то украл еще, да. У него таких значков больше 140, он лауреат там премий различных, государственных имеется в виду, но все это было в закрытую. Естественно, орденоносец, это все, но он никогда не кичился как бы этими заслугами. Но, извините меня, людей, у кого больше трех таких, их по единицам, да, у него, посмотрите, какая коллекция целая. Иконостас целый. Иконостас целый, да. Это вот Камаевские награды за каждый спуск, да. И смотрите, что Камаев придумал. Значит, Камаев, вот его авторские были, это Венера 13, это первые и единственные на сегодняшний день живые фотографии с поверхности Венеры. Это Камаевские. И очень мне нравится тоже Вега-1, Вега-2. Смотрите, что он придумал. Значит, Венера, да, ну, освежу, да, это знание школьное. Значит, очень агрессивная планета, очень. На поверхности атмосферное давление равно 100 атмосфер, представляете? То есть, КамАЗ это в спичечный коробок сожмёт. В воде примерно 1000. Примерно, да. Потом дальше. Значит, пар состоит из паров, из углекислого газа и паров серной кислоты. То есть, это супер, этот, активная, агрессивная среда. И температура, я говорю, где-то около 400 градусов. Всё равно умудрились приземлить туда аппарат вниз. Он сделал несколько снимков, передал. И вот с тех пор больше туда никто не смог достичь. Но учёные высчитали, что на высоте 52 километра. Атмосферное давление равно единице. Температура равна 27 градусов по Цельсию. Опаньки, всё хорошо. Ну-ка попробуем. И вот тогда Камаев они придумали и что сделали. Значит, спускаемый аппарат вошёл в плотные слои. И на высоте 50 метров надулся вот такой воздушный шар. Представляешь, вот задуматься, да. Человек в атмосфере чужой планеты, да, сделал воздушный шар, исследовательский зонд. И более 3000 километров он дрейфовал в атмосферу Венеры. И всё это изучал нормально. Его ничего не давило. Ему никто пятки не жёг там, да. И вот это Камаевская придумка была. И вот они это всё сделали. Пятачок, у тебя есть ружьё? А ещё дело в том, что шарик. Это какие-то водородные агрессивные осы. Останочные модули, которые в двух этих дней, сделаны были по принципу сосуда дюара. То есть, чтобы выдержать, ну, там... Скажи-то я, а то там не слышно будет. Нет, про сосуд дюара этот... Ну, принцип действия самого... От такой температуры, от такого давления что можно спасти хотя бы на 30-40 минут? То есть, нужно полностью два сосуда, которые не соединены практически между друг другом. Принцип термоса. Это сосуд дюара, вот, в котором хранится, как бы, азот жидкий и так далее. То есть, не касаешься, ничего с ним. И вот эту продолжительность, какую... Сколько, 15 минут? Да, мне 3 минуты, по-моему. Ну, в совокупности работал, как бы, вот, чтобы это 500 градусов не нагрело внутреннее... Сосуд сосудик, по-моему. Да, да, да. По этому принципу были созданы... И следующие планируемые эмиссии, они тоже созданы по этому принципу. То есть, чтобы тепло не передать, пока это живое, там, внутри... Как только электроника нагревается до плюс 120, и там уже все... Гоша, он же Гога, летает в свободное время в космос, но местный. Я решил помянуть кого-то. Чтобы вы понимали, это просто среднестатистические горожане Владикавказа мимо проходил. Шел мимо, как бы зашел, говорю, о, почему бы не поучаствовать в брифинге? Короче, если ты у нас... У нас инициация, как мужчины, происходит. Ты, короче, должен этот... На Венеру слетать. На этом воздушном шарике. И вот... Вот в этой штучке, на самом деле, полетать. Я вас сегодня туда приглашал, но просто не поедал. А если ты не знаешь, что рую тебе ему фирма, короче, то все, тут Суся в Ингушетии или еще где-то, да. Правда, у фирма, по-моему, всего одна была. Ну, Ингушетия Ована, не Ована. Да. А смотрите, вот еще... Возьми это сам в руки. Это с помощью которой забор, этот, грунт они делали. С Венеры? Да. И смотри, как вот интересно. Видишь, за один вот вроде разжалась рука, да, а сколько функционала всего. Ну, я к тому, что техника космическая, вот эстетика. Георгий, я заканчивал факультет вооружения, да, у нас, верите, нет, целый семестр была эстетика в проектировании оружия. Вот нам читали прям курс. То есть одно дело, да, ты делаешь оружие убивать, но там должна быть эстетика. И вот нам целый курс читали вот из-за вас. Убивать красиво. Из эстетичного. И по одним наименованием наших всех вооружений можно... Ну да. Сударь, можно вас застрелить красиво? Из акации, да, из акации. Пойдем дальше. Этот Алхаз, если можно, этот Бандон Мамына, этот, подвинья уже все. Вот смотрите, это Гагаринская, но тоже очень интересная. Причем этот, вот все, что... Спасибо. Все, что рассказываю, ребят, да, все, что рассказываю, это опять-таки же... Ну, что-то иногда я сам добавляю туда, но между нами мне Руслан Владимирович дал добро, да. Я говорю, можно я чуть-чуть привирать буду, да, чтобы интереснее было? Он говорит, ну, зная тебя, да, запрещай, не запрещай, все равно будешь, да. Поэтому нет, ну а если серьезно, то есть я бы этот... У меня кумиром был Джанин Беков, космонавт. И так получилось, что он сюда приехал, я с ним познакомился, я с ним беседовал, прям вот, ну, мечта вот эта сбылась, считайте, да. И вот какие-то вещи рассказываю с их рассказов. Во-первых, это у нас Гагаринская, да, площадка. Гагарин у нас полетел в металлическом цилиндре диаметром метр восемьдесят, в котором были примитивные приборы. Самое главное, у него ни одной рукоятки управления не было, то есть он был помещен и предоставлен, условно говоря, судьбе. Значит, секрет, не секрет, все подробности полета стали известны, вообще доступны всему человечеству в 75-м году только, хотя он в 61-м полетел. Почему? Потому что накануне уже, когда американцы поняли, что проигрывают гонку, они инициировали, ну, я вот, насколько это понимаю, как бы совещание ученых, на котором продавили, что космос начинается на 95-ти километров, хотя он начинается где-то 100-110, но у них на тот момент не было носителей таких. И самое главное, на чем ты полетел, на том ты в космос, на том ты и должен приземлиться. Все, а мы же помним, что Гагарин на парашюте приземлился. Вот об этом люди только в 75-м году узнали, если вот даже, ну, взрослых спросить, они все будут говорить, что до 75-го года, все думали, что он приземлился в спускаемом аппарате. Ну и теперь дальше, что рассказывал Камаев и космонавты. Значит, когда уже Гагарин находился в космическом корабле, уже пошел обратный отчет, а там 10-минутный бывает сначала в длинную, и все, пришел сигнал, что у него неплотно закрыта крышка. Ну, все, надо топливо сливать, уже никуда не летим. Сливайте воду, короче, да, все, никуда не летим. Ну, Королев на то и Королев. В это время на стартовом столе находилось два технических работника, он им маячнул, и они, короче, двумя ударами кувалды, да-да-да, ребят, поставили на место. Я всегда представляю лицо Гагарина, да. И так на изменах, да, взлетишь-не взлетишь. И, как говорил сам Королев, мы говорим, пацана посадили на девятиэтажный дом, наполненный взрывчаткой, да. И сказали, Юра, все нормально будет. Да, и вот так, все. Дальше, да, ну, видать, они когда били, там какой-то датчик заклинил. Значит, у него опорная орбита должна была проходить на двухстах километрах, и вообще полет был в один виток. Первую половину он разгонялся до первой космической скорости, 29 тысяч километров в час. Потом разворачивался попой вперед, включался тормозной двигатель, скорость гасилась, и гравитация притягивала сюда. И как раз был целый виток все. И вот эта орбита была 200 километров. У них дало сбой, они, короче, его зашвырнули на 300 километров. Вы можете себе представить? На сотку. Это не на маршрутке, там 15 метров. Ой, ничего, я пешочком пройдусь. На 100 километров, на треть, они его забросили туда наверх. Ну, естественно, там вот с этих ударов все нештатно и пошло, да. Там то, что я сейчас расскажу, что он живой вернется, это, короче, процента 3 было. Ну все, на 300 километров, естественно, тормозной там интенсивно работает уже, все, его притягивает в землю. И рассчитали, что в плотные слои атмосферы он заходит шариком, без особой турбуленции, да, естественно, разогревается до 3000, но все предсказуемо, как бы все. А получилось так, что у него не отстрелился, перед патронами что-то случилось, и вот тормозной двигатель не этот. И вот эта ебула вот такая, да, она вошла в слои атмосферы, естественно, начала закручиваться. Говорят, там Гагарин даже чуть-чуть, ну не рубнулся прямо, а такой, ой, это далеко не тренажер, да, потому что его-то учили к одним перегрузкам, а его начало крутить вот так, да. И причем все сильнее и сильнее, все усиливалось, просто вот там, говорят, и кратковременное сознание терял еще. И слава богу, гений Королева, вот с тех пор есть традиция, то есть все спускаемые аппараты приторачиваются к основному этому текстилем, ну так называемым, да. И там тупо текстиль отгорел, слава богу, когда в плотные слои. Если бы не отгорел, все, его бы внутри, ну разорвало все, потому что там перегрузки где-то до 15 жи были, вот настолько все. Все, слава богу, отгорели, слава богу, все нормально, летим дальше, еще не прилетели. На высоте где-то 12 километров он катапультируется с этим креслом, это отдельно уже спускается, вот отсюда уже секреты пошли, отсюда он летит вниз. Но они не успели провести натурные испытания, и набегающим потоком его в это кресло сжало. И вот он, бедолага, в этих скафандрах все еще это к заднице прилипло, и он это кресло, короче, пока отпихнул, ну отпихнул все. Отпихнул, парашют раскрылся, вот она земля, вот он даже цветочек, сейчас разгляжу. Ему на высоте двух километров, двух тысяч метров, надо было вот здесь за такую штучку дернуть, она выдергивала чеку, и он тогда поднимал, забрало, и он переходил на атмосферное дыхание, потому что в ранце уже заканчивалось это все. Теперь у него заканчивается воздух, а его же там болтало, швыряло, и эта петличка куда-то залетела, короче. Он раз, а там нету, короче. И вот она земля, и нечего, да. Не потерял самообладание, сделал задержку, ну а там и по 15 минут рассказывал, да, что задержка была, да, жавра выросла. Нет, где-то больше минуты задержка дыхания была, но он за это время успел сосредоточиться, нащупать все-таки ее, выдернуть чеку, поднять и уже тогда задышать. Вот как бы так. Ну дальше мы знаем, знакомая история, да, этот приземлился, бабушка с внучкой там встретили, а где же вопрос, а где же были осетины? Осетины тоже там были. И вот первый наряд, который приехал к нему военный, там командир этого наряда был осетин-хадзарагов, так что без нас никуда. Слушай, я был в Вашингтонском музее космонавтики и видел там оранжевый его костюм, и там как раз сравнивали, значит, его костюм и американский костюм. Американский весь такой там во всяких прибамбасах, блесках и прочих, а у нас такой просто, как будто, значит, просто в тренажерный зал решил чувак сходить. Я, кстати, до сих пор не знаю, потому что не около просто тупо было узнать, как он у них оказался, потому что... Нет, а тогда же очень по космосу, потом дружили, вот одно время, когда Союза Пола были, все очень дружили. Наверное, обмен, да. Там написано Рыжнелл, да. А сейчас представьте, вот эта международная станция, они там тоже самоисполняют, что на Земле. Во-первых, знаете, они там забастовку как-то двое устроили, да, да, что-то им там надо было все, они типа забастовку на два дня, ну, с нас настолько, ну, этот, навставляли, что они перестали эту забастовку. Потом дальше, они нас в свои модули не пускают близко, и нам иногда, когда надо бывает вот в какой-то переходить, это целая история, короче. Вот космонавт для выхода в открытый космос где-то около часа готовится, и час то же самое, как он зашел в корабль, поэтому у них рабочая смена где-то около 6-7 часов бывает, потому что, ну, столько усилий. Дальше такой интересный факт очень, они обязаны каждые два часа ходить по-маленькому. Почему? Все как бы посчитали ученые, все могут, но вот именно воздействие мочевого пузыря сигнала не дает, он только работает при гравитации. И у первого были на самом деле проблемы, то раздавался, они не понимают вот свою потребность, и вот они как бы сейчас рекламентировали каждые два часа. Раньше они были в памперсах, а сейчас сделали специальные системы, то есть такой, то есть они в космосе, нормально. А где-то год назад у этих, в американском модуле толчок забился, да. И вот они, чтобы, короче, его починить, представьте, у них, по-моему, около 270 миллионов долларов должна была обойтись. Миссия специальная с земли сантехника, ну, утрирует. Самый дорогой сантехника. Да-да-да, я что и говорю. Ну, а концовка, короче, наши сжалились там. Ну, я так думаю, это за билетики, частным образом, там, или за дзынь на карту, у меня тоже Сбербанк, да. Наши начали пускать их, да, вот они там нужду своего сета. А потом кто-то, я фамилию не вспомню, нашим подчинил, короче, его. Да, и вот он им и сэкономил денег, да, а так это был бы такой нормальный ремонт, да. Пойдем туда теперь. Ну, это у нас здесь как бы этот, это уже наблюдательные слышали, да, и про Хаббл там, и еще про эти все. А это уже наши, это наша, эта серия Астрон, скажем так, вот реликтовые излучения, все это наши сделали. Чоп, сейчас американский хаббл очень крутой, я очень люблю с него снимки, все, но все-таки вот такие базовые научные открытия сделали вот эти радиотелескопы. Вот он тоже, вроде невзрачный, это один из самых мощнейших радиотелескопов. Вот они улавливают именно реликтовое излучение. Мы в свое время, знаешь, у меня какой этот, чуть-чуть такой, как, конъюнктивный диссонанс такой. Конъюнктивный. Да, то есть вот смотрите, а как бы от большого взрыва 14,5 миллиардов лет, то как бы вот, ну, думаем, видим картинку, фотографию, вот это реликтовое излучение, все, и туда смотрим. Но когда мы смотрим вот так вот вбок, там расстояние 60 миллиардов лет. И вот, ну, не укладывается, как оно может быть. Максимум может быть, ну, 28, да, с этой точки сюда 14 миллиардов, сюда 14 миллиардов разлеталось. Но сейчас ученые нашли, что 60. По количеству, количество, знаете, какое у нас? Откуда? А, вот сейчас слушайте. Ты только спрашиваешь, я такой, да, конечно. Слушайте внимательно. Значит, вот смотрите. Ну, во-первых, где-то до 80-го года, то есть я когда в школе учился, представление о мире было, это вот все, что есть, это Млечный Путь, все. Значит, смотрите, в Галактике Млечный Путь от 2,5 до 3 миллиардов звезд. Вот таких галактик сейчас люди насчитали от 2,5 до 3 миллиардов. Галактик вот таких все. Ну, и количество нейронов в головном мозге 2,5-3 миллиарда. То есть вот какие-то такие цифры совмадают. Маленькие галактики у нас есть. Но можете представить, вот 2 миллиарда галактик, в каждой галактике по 2 миллиарда звезд. А теперь специально для нашего подошедшего гостя про особенности занятия сексом в космосе. А, 200 миллиардов. Какой 2 миллиарда, да. Ну, это я бы этот хотел, да. Ну, слушай, ну нам миллиарды туда, миллиарды сюда. И что, так на 100 98 миллиардов? Да, подумаешь, все стоит. Если что, это... Да, да, да. Итак, шок-контент. Шок-контент, техника половых сношений в условиях небесовости. Пойдите честно, это я со студенчества так шутил, подкалывал, все. А оказалось, это стоит такая проблематика, да. Американцы. Американцы, оказывается, там нет-нет, на этих ушечку что-то исполняли уже, да. Об этом не говорят совсем все. Значит, там проблема была, как их прилепить друг к другу. И они придумали, я серьезно вам говорю. Короче, залазим. Труба такая. Труба, она, ну, эластичная, мягкая, все. И вот они вдвоем туда залазают. Их подтягивают там типа ремешков. Ну, и вот они там что-то исполняют, примерно вот так, да. Потом, ну, да. Ну, не буду там через суд, подробно все будет. Съемки не будем предоставлять, это закрытая информация. Так, у нас еще там есть вне-то? Ты знаешь, был даже краудфандинг, когда два порноактера и порноактрисы собирали деньги на то, чтобы полететь в космос. И там этим делом заняться. Да-да-да, был такой проект. Так, чего, мы вниз идем? Конечно, разойдем, это внизу. А где дети? Дети ушли. Ладно, пойдем, не будем ждать детей. Давай, пустим сочелок. Это у нас, смотрите, луноход тоже. Это этот Камаев перед смертью успел его сделать. Все, сам собирал его. Он ездит, крутится колеса, куда-то она двигается. Но этот... Софий, скажи, где находится Монезанин? Но смотри, еще такой момент, правда, и на старуху, да, проруха. Мы чуть-чуть не рассчитали, что гравитация на Луне все-таки другая. И он у нас оказался слишком тяжелый. Да. Да. А идите, вот отсюда вот так обойдем занятия. Тимур, закончили занятия уже? Все. Ну, ты понял, да, меня сегодня, Тимур? Да. Ну, давайте это так. Можно еще разобраться. Да, смотрите, это вот у нас. Дженнибеков. Ага. Это Лазуткин. Это Бетаров. Это Бетаров. А я всю фломастер не могу найти, да. Я хочу свое здесь тоже сделать, но потом... Бетаров, первый катонарты. Это Глобус. Глобус? Ничего себе. Восемнадцатилетний коллекционный диск. Это Глобус. Это Америка. Это Океан. Океан. Атлантический. Атлантический. Не путать с тихим. Смотрите, вот это у нас, мы сейчас зайдем туда вовнутрь, у нас как бы такой корабль будущего там находится, мы такой придумали, чтобы с детьми занятия были все. Вот это интересная штука. Это знаете, что такое? Это компактный, ну, как скажем, ядерный реактор, то есть вырабатывает электроэнергию. Вот такой он компактный. Мы номер один, Россия, Америкосы нас не догонят именно по компактной ядерной энергетике, и вот это очень такая серьезная штука. Мне все время нравится твой вопрос, вот это вы знаете что? Да, блин, конечно, знаю, я же с этим и родился, вот с этими штуками. Ну, откуда я это могу знать, ну, Олег? А я недавно у тебя в руках видел, вот такую, приблуду, да, дома. Ну, что ты меня палишь, что ты меня палишь перед всеми, да. Это маневрободвигатель, да. А это, ты понимаешь, самогонный аппарат. Абсолютно верно, да, абсолютно верно. Пойдем внутрь, подготовимся к космосу. Этот, Тимур, по-братски включи этот света, пожалуйста, и звездное небо. А, сейчас. Да, нам нужно звездное небо. Значит, звездное небо. Тимур, сколько у нас отверстий этот в звездном небе? Отверстий вот в этом? Нет, вот в звездном. В звездном? В самом небе? Да. Я не знаю. Ну, короче, 20 тысяч, нормально же? Ну, слушай, ну мы миллиардами кидаемся, что нам там какие-то? Если честно, вот где-то около 12 тысяч дырочек, да, сейчас он включит звездное небо. Каждое созвездие соответствует своему. Да, в 12 тысяч отверстий, да. Вот они зажглись, да. И в зале тоже это, Тимур. Если, так он зажег, зажег. Нет, а нам в зале надо. Хотя Тим-Тим тоже или Интим тоже нормально. Сейчас я попробую здесь. Значит, все, рассказываю, ребята. Смотри лишь фильм. Состязание роботов, гитаристов. Да. А у вас тут по ночам вылезают такие? Если хотите, я серьезно хотел, чтобы... Они вылезают, но там на улице... Когда рестораны заканчивают работу... Чужие, да, многие чужие, это зей. Зей, это новая сибирь, зей. Эй, ты, куда пошел? Сюда иди, да. Сюда иди, говорю. Так, ребята, соберитесь, соберитесь. Ну, нам в космос лететь, а в этот. Значит, смотри, Паша. Мы находимся сейчас вот в этом. Это у нас космический корабль на ионных двигателях, да. Ну, это фильтр автомобильный, но ничего страшного, да. Мы находимся вот здесь. Это у нас узел, это мы, чтобы... Я серьезно сейчас рассказываю, да. То есть Камаев нам придумал такое. У нас здесь семь мест на семь человек, чтобы ребята могли командой работать. Мы даем им полетные задания. Полетные задания взяты в Роскосмосе. Георгий, назад обернись, и там включатель есть, включи. Вот туда вовнутрь зайди, и вот над головой над твоей. Над головой. Вот на этой, да. И этот. И вот ребята здесь выполняют задания. У нас есть миссия на Венеру, прям вот как они садились туда, все. Ну, это, видите, да, это уникальная конструкция. Мойка, мойка бытовая, мойка бытовая, из нержавейки. Ну, красавец, это он все своими руками делал, ребят. Здесь, прикиньте, да, это же действительно мойка. Это мойка, да, обычная кухонная мойка, да. А это котел этот, чугунный, в котором мясо варят, да. Значит, конечно, конечно, двойного назначения, да. Да. Ну, нет. Нет? Нет, ну, хороо, хороо. Да, короче, смотрите, вот они здесь садятся. Здесь у нас садится штурман и этот, командир корабля. Мы им вставляем полетный план. У них у всех на мониторах это все отображается. И мы им вводим туда какие-то, ну, задачи. Допустим, вот мы сейчас этот, ну, одну пока делали. Надо им дозаправиться. Дозаправиться в космосе. И если кто-то накосячивал с детей, да, вовремя там не отключил, не отстыковался, еще что-то все. Тогда происходит вот такое. Да. И дети отсюда выходят седыми, да. Нет, это правда такое этот. Это у нас управление луноходом. Настоящее. Это от ВАЗ-2114, ручка передач, да. В остальном он практически один в один с первым пультом управления луноходом. У нас здесь идет задержка сигнала где-то около 6 секунд. Вы знаете, это проблема была найти первого, представляешь, тормоза, который ты двинул, а она только через 6 секунд там поехала. А марсоход вообще там задержка, по-моему, 17 минут. Вот, представляете, какой-то тупой, ааа, это через 17 минут. Ааа, да. Вот интересное, смотрите, это практически точная копия Орла. Это на чем Нил Амстонг прилунился. Заходи, заходи вовнутрь. Это вот практически некоторые агрегаты даже из НАСА привезены. Вот себя представьте на место. Модель этот, масштаб один к одному все. Они стояли вот так двое. Нет, нет, двое у каждого было по джойстику в руке на тот случай, если вдруг один из них выстегнется. И фифуй, наверное, играли. Да. А знаете, тоже интересно, то есть мы... Вот за тобой, который этот, вот обернись, коричневая коробочка, это уже были ранцы, да, они их одевали, когда уже выходили на поверхность Луны. Но там, знаете, какая засада еще была? Они чуть ли не этот, до дыр стерлися сами. Там атмосферы же нету, и вот этот песок, он очень острый, абразивный. И они сначала, ну, все равно же попало все. Они когда залезли, начали переодеваться, в легкие попало, они кашлять начали, еще что-то. Потом, когда на земле смотрели, у них подошва чуть ли не этот... Все, абразив все. Да. Помните же анекдот, когда собачка в этом попку чистила, этот, об ковер? Этот говорит, а ты, говорит, возьми наш дарьку по стиле. А это знаешь... В следующий раз, что? Да, говорит, уши до батареи доехали. Это потому, что не надо вперед советских космонавтов туда лезть. Вот мы бы приехали, бы там пылесосом все... Нет, по-другому было. Американцы бы сами никогда не рискнули лететь, если бы у них не было данных с нашего луннохода. И они получали их все, даже когда они уже миссию приготовили, все, они все равно до последнего момента боялись, что будет пыль, слой пыли, и они провалятся в нее. И поэтому они, база у них перехвата Гландстоун, по-моему, правильно, если я этот город называю, они там перехватывали все наши данные с лунохода. И поэтому они, по-моему, 180 километров на нашего лунохода приземлились. То, что в тот день садился еще один аппарат, это говорят в один голос все космонавты, но опять-таки же я не думаю, что это какая-то там тайна была, все. Но наши, по-моему, там садились, но наш потерял. Как было? А как было? Мне одну, во-первых, уникальность американцев вообще как-то... Давайте мы повесим нашему космонавту. У меня уже все. Давай мое. Это же была идеологическая гонка в первую очередь. После того, как американцы идеологически проиграли космос, была сверхзадача. Как бы, ну, задача не быть первым, а оставаться первым. И на эту задачу потратили феноменальные средства, если говорить про... Американцы сделали все сами. У них очень талантливые инженеры. Не дооценивать американцев в этом смысле, это как бы лить, как бы, вот на, условно говоря, мельницу ура патриотов. Они сделали все правильно, грамотно. Фон Браун и его школа, все чертежи, все это было у них. Они как бы разрабатывали очень-очень тщательно и в том числе прорабатывали посадку хорошо. Да, конечно, они брали данные, естественно, тогда они не шифровались. Луноход, как бы, плюс фотографии наши, которые как бы были... Да, все друг у друга тянули тогда. Да, это как бы было абсолютно-абсолютно нормой. Но то, что американцы побывали на Луне, а мы не сдюжили, чисто финансово. У нас очень много вещей, мы же были одни, ну, и плюс экономически, как бы, сами понимаете, как бы, это находилось все. Мы отрывали, условно говоря, от благосостояния народа, они тоже отрывали это отчасти налогами, но, как бы, сам факт, их мощности, которые позволяли и наши, были несравнимы. Мы всегда шли на компромиссы, даже вот эта лунная ракета наша, которая на ДИН, она была сплошным компромиссом по техническим решениям, потому что такого размера, как бы, она так и не полетела, к сожалению. Но, поэтому, объективности ради, как бы, американцы пока те, кто побывал на Луне. Нет, я согласен, но я, как всегда, говорю... Вы прослушали мнение осетинской улицы, случайного прохожего города Владикавказа. Так, ну, Олег, во-первых, огромное спасибо, абсолютно огненный рассказ, да уж сидел бы ты чего, человек заслуженный, в конце концов, да, широко известный в узких кругах. Вот, сейчас мы прервемся на секундочку. Друзья, наше путешествие по Северной Осетии подходит к концу, нас ждет еще один выпуск, это будет спецвыпуск, интервью с одним из ярчайших представителей этого чудесного народа. Ну, а затем мы опять сосредоточимся на Петербурге и немного на Москве. Потому что куда теперь податься бедному туристу в две столицы, и там и там у меня проходят мероприятия, в основном это экскурсии, чуть реже лекции. Расписание можно увидеть у меня на сайте, ссылка внизу. Ну и сейчас, конечно, самое время напомнить, что у меня есть телеграм-канал и группа ВКонтакте. А если вдруг что-то случится с Ютубом, ну что ж, ищите меня на Яндекс.Видео. Также вы можете приобрести три моих книги, «Путеводитель по Невскому проспекту», книга о пиаре во время русско-японской войны, которая сейчас крайне актуальна, и еще более актуальна книга, это мой остросоциальный триллер «Роман Корень». Их можно купить как у меня на сайте, так и после моих мероприятий, в этом случае я их подписываю. Ну а теперь все. Во-первых, привозите детей своих, я говорю, сына бы своего сюда привезти, у него тут отвал башки по космосу, у него там несколько книжек про космос, он там тоже корабли свои лепит из картона. Приводите детей сюда, приезжайте в Вадикавказ, и будет вам тоже счастье. Спасибо, комментарии. Ну и оставим там, кстати, все ссылки, про которые ты говорил, на ваши проекты. Пока. А стишок можно? Давай, давай. Спасибо.